Всем привет! В последнее время все увлеклись электронными стабилизаторами и совсем забыли о таком полезном и простом инструменте как слайдер. Сегодня я вам покажу некоторые слайдеры от производителя e-image. Поставляются они вот в таких кофрах. Здесь две модели. Этот немножко поменьше 90 сантиметров. Этот 120 сантиметров. Кроме длины они абсолютно одинаковые. Поэтому я покажу e-image e-s90. По крайней мере он помещается на столе. Итак e-s90. Вот такой кофр с карманом, в котором лежит маховик. Дальше я покажу для чего он. Добротный такой кофр. У компании e-image одно из направлении это кофры. Так что не умеет это делать. Здесь у нас внутри, ну вы видите как все упаковано. Затянуто лямками. Здесь у нас два кармана. Еще третий с крепежом. Сейчас будем смотреть. Это направляющие с кареткой. Ремень для кейса. Документация. Ну и в этих карманах у нас идут ножки. У каждой части свой карман. Да, и в последнем кармашке крепеж и шестигранники. И ручка маховика. Теперь все это соберем. Вот такой набор. Если бы не маховик, то слайды бы весил совсем немного. Сами направляющие из карбона. Так что вес всего агрегата в сборе порядка четырех килограмм. Давайте поставим все это на ноги. В комплект входят три шестигранника и два дополнительных зажима для фиксации, например, на штативах для света. Вкручиваем ручку в маховик. Ставим маховик на ось и фиксируем ключом. Снимаем защитную планку. Все, осталось поставить голову. Площадка под голову имеет резьбу 3,8. Кстати, 90 сантиметров это длина направляющих. Сам слайдер на 8 сантиметров длиннее. Плавность хода достигается за счет маховика с ременной передачей. Каретка скользит по направляющим диаметром 22 миллиметра на шести роликах, в каждом из которых два подшипника. Люфт регулируется. Если верить производителю, то ремень редуктора везут из Германии, а малошумящие подшипники из Японии. И еще на площадке есть уровень. Очень полезная вещь. Кажется, что маховик это уже излишество. Может быть, но если делать много дублей, то это очень кстати. К тому же не всегда удобно толкать каретку вручную и с постоянной скоростью. Маховик реально упрощает задачу. К тому же инерция маховика еще и регулируется с помощью двух грузов, которые ходят от центра к краям маховика. Если честно, с маховиком достичь плавности гораздо проще. На площадке и боковых панелях слайдера предусмотрены все варианты крепления. Вертикально, горизонтально, в общем, как душе угодно. При этом ножки тоже регулируются по высоте. Слайдер рассчитан на нагрузку до 8 килограмм, что позволяет использовать не только фотокамеры. Сейчас поставлю на него голову. У меня тут особо снимать нечего, но хоть что-то. Маховик реально расслабляет. Вернее, не заставляет напрягаться. Правда, если при движении каретки делать еще и панораму, то это уже ручками. Но при этом маховик тоже облегчает задачу. Неплохой инструмент. Теперь рассмотрим другой вариант. Это самый компактный слайдер у E-Image. Называется он E-S50. Жесткий кофр. Ремни на липучке. В кофре, собственно говоря, больше ничего нет, кроме самого слайдера. Длина хода каретки в таком положении 37 сантиметров. Если поставим на штатив, увеличится вдвое. Да, после маховика сразу чувствуется разница. Система здесь немного другая. Как бы две каретки, одна из которых крепится на штатив. Каретки соединены лентой через боковые ролики друг с другом. Так что, если одна каретка едет влево, то вторая двигается вправо. Максимальная нагрузка те же 8 килограмм. Но, пожалуй, это не на штативе. Или нужен очень мощный штатив. Но тогда теряется смысл в минимизации слайдера. Сейчас все проверим. Здесь такая вот съемная площадка под голову. Резьба одна четверть, но есть переходник на 3 восьмых. На нижней каретке всего одно резьбовое соединение 3 восьмых с переходником на одну четверть. Так, поставили на штатив. Расстояние хода каретки удвоилось. Здесь немного мешают ножки, бьются о площадку. Но и ножки выкручиваются и штативы бывают разные. У меня тут есть небольшая голова. Сейчас поставим. Мне кажется, что фотокамера это лучший вариант для этого слайдера. Вы знаете, если бы я несколько минут назад не работал с ES90, то плавность хода была бы абсолютно нормальной. Но когда уже есть чем сравнивать, скажу так. Главной фишкой ES50 является все-таки его размер. Кстати, весит слайдер меньше двух килограмм. Ножки тоже подстраиваются по высоте, но нет уровня. Как по мне, это такой походный вариант для разнообразия съемки, помещающийся в сумку камеры. Для других целей я бы выбрал, скорее всего, классический вариант. Но это мое личное мнение. Пожалуй, со слайдерами все. Заходите к нам на сайт. У нас есть из чего выбрать. Интересуйтесь новинками и подписывайтесь на наш канал. Пока!